Дедушка Мороз Соверши новогоднее чудо, чтобы мы этот Новый год нормально по-людски встретили, без этих наших экстремальных родственников. Как же ж они мне надоели, Дедушка Мороз. Каждый год они у нас под елкою пьяными подарками лежат. Да ладно, мы просто лежали, а то ж они ж везде лезут, потом орут. Ой, как вспомню, как пять лет тому назад дядька Семен в ванной орал. Вот так вот прямо. Как Витас орал. В ванну пришел, душ принял. А после душа нажал кнопку, где написано 150. Он же думал, что техника, ему 150 граммов после бани налью. А это управление теплым полом. 150, нажал, 150 градусов под собой получил. Ой, как он прыгал, Дедушка Мороз. Как кузнечик на два метра прыгал. Уже и пол остыл. А он еще полтора часа прыг-прыг-прыг-прыг-прыг-прыг. Я двери открыла, думала, он оделся. А он голый к гостям прыг-прыг-прыг-прыг. Бабка Поля, 90 лет, все говорила. Зрение у ей плохое. Семена увидала всех, костылем растолкала, кричит. Не загораживайте мне, Тарзана! Раз пригласили, я погляжу, куда ему деньги носовать. Ой, а этот запах шашлыка. Все на запах побежали. Кричат кабан жару. Я прибежала, глянула, точно кабан. Пригляделася. Да вроде рыло у кабана знакомого. Очки надела. Дядя Ваня, в солярий улегся, все лампочки включил и заснул. Два часа на одном боку в солярий проспал. Проснулся только тогда, когда дядя Женя собирался его посолить. Проснулся один бок, горелый, другой сырой. А как племяш Игорь орал. Ой. Лицо помыл. Ему больно. Так я говорю, так конечно же больно. Конечно же больно, это же не раковина. Это же ванночка для массажа ступней ног. Французская, с пемзой, с солью, с массажем. А вон туда лицо. Его там как пятку отпемзило. Лицо стало как мужская нога. Он потом в какой магазин не зайдет, ему везде носки прилагают. Моя тетя Тамара, пышечка наша. Такая пышечка. Кажащика, килограммов пятьдесят, такая пышечка. Она когда в прошлом годе из-за стола новогоднего вышла, третьего января, она первое, что сделала, заглянула в наш интернет-холодильник. Ну, холодильник такой умный, который знает миллион рецептов, который все продукты распознает. Ну все, он ее распознал. Тревогу включил. Кричит, хозяин ЧП, в холодильник лезет свинья. Триста килограммов охладить не могу. Лампочками поморгал и все, сгорел. А муж сестры, племянницы Оли, Андрей, решила так щеткой японской новоэлектрической зубы почистить. А щетка навороченная на технологии. Там десять миллионов оборотов в минуту. Она у него за одну секунду сама на себя язык намотала. Он потом месяц быстрее Малахова говорил. Ай, дедушка Мороз, прошу тебя, соверши новогоднее чудо. Замети все дороги и пути, чтоб никто не пролез. Прошу тебя, умоляю. Потому что ты же знаешь, дедушка Мороз, с кем Новый год встретишь, с кем ты его и проведешь. Субтитры создавал DimaTorzok